всем привет друзья меня зовут давид и вы находитесь на youtube канале арстайл не так давно вышел обзор на пока m5 и вот я уже в руках держу пока m5s экран тут еще чуть чуть меньше чуть более 64 дюймов по нынешним меркам это действительно очень немного телефон конечно не компактный но ощутимо меньше других смартфонов здесь процессор helio g95 который я прекрасно знаю я сам пользуюсь redmi ноут 10 с уже ну фактически полтора года и первое что я заметил этот телефон работает медленнее чем мой полутора годовалый вот тот самый редми ноут 10 с процессор чтобы вы понимали у них абсолютно одинаковые мало того я сейчас расскажу короткое отличие от пока m5 модель очень недорогая смотрите 64 гигабайта плюс 4 гигабайта оперативной памяти плюс 1 гигабайт можно еще виртуальной памяти докинуть стоит от 12 там 12 с половиной тысяч рублей в москве это очень недорого это реально за батарейку 5000 за в принципе пусть и старый но более-менее проверенный временем прос и самое главное amoled экран это реально классно но есть и подводные камни поэтому рассказываю подробно и так пока m5s отличается от пока m5 в первую очередь чуть меньше диагональю экрана безусловно отличается процессором и экраном самим если в пока m5 IPS матрица то в пока m5s герой этого обзора матрица amoled и она на самом деле для своей цены просто прекрасно мне нравится второе отличие это пока m5s там процессор helio g99 по 6 нанометровому техпроцессор здесь же как я уже говорил helio g95 который середнячок явный 12 нанометров плюс я даже телефон перезагрузил мне кажется он работает не быстро да ребята за 13 тысяч версия 464 простить можно в этом нет никаких то проблем но мой redmi работает быстрее я им пользуюсь постоянно каждый день тот основной мой телефон поэтому я несколько удивился нельзя сказать что он тормозной но все-таки нечто такое здесь есть по процессору закончу при желании вы можете на нем и танки запустить на средних настройках ближе там даже к минимуму ну не к минимуму ниже половины скажем так мощности графики можете памк погонять и так далее но конечно для этих целей лучше брать ну возьмите ты вы пока m5 там helio g99 6 нанометров в разы поинтереснее будет или что-то другое qualcomm stander game 778 да доплатите чуть но в этой ценовой категории просто нормальный поэтому с процессом закончил единственное троттлинг тест подвел телефон реально троттли сбрасывает частоты и это не очень хорошо для игр но в обычном использовании вы этого не заметите хочется очень похвалить экран и есть за что честно и full hd разрешения до частота обновлений 60 герц но мы не ждем такого дешевого телефона каких-то чудес но как ни странно также как и на моем redmi note 10s есть специальная настройка удаление шим снижение ярк снижение на невысокой яркости мерцания экрана который мы глазами не видим но прекрасно видно на камеру здесь эта настройка есть это прекрасно если у вас отомляется глаза при невысокой яркости на телефоне самолет и вообще по экрану могу сказать только хорошая яркость 450 нит базовая на самом деле и достаточно для молит экрана сейчас правда зима но он прекрасно ведет себя и на солнце и в помещении и браво я не знаю как они умудрились поставить неплохую экран такой ценовой диапазон это классно поэтому этот телефон сразу же по умолчанию выходит из разряда купить как второй телефон купить как рабочий телефон и так далее его можно купить как основной телефон если вы хотите новый телефон и вам не хватает денег финансов либо просто не хотите дорогой телефон а единственное что может расстроить переходим к следующему то есть по экранам отлично по процессору есть вопросы но тоже ничего за свои цены камеры ребята тут 64 мегапикселя это другой модуль это сила одинаковая также как имею ввиду м5 если брать там 50 мегапикселей здесь 64 но качество фотографий довольно печальный может быть они специально программные вы сделали хуже может быть и нет потому что на моем редми ноут 10 с фотографии также печальные но здесь по моему еще хуже единственно что может вас спасти это google камера ставьте фотографии будут лучше проверено на моем исправиться фотографии станут ну даже не как на пиксели первым но как на четырех пятилетнем флагмане но это на мой взгляд будет в принципе нормально а вот видео вы ничего с ним не сделаете видео ужасного качества к сожалению и ничего с этим не поделаете стабилизация плохая качество видео плохой и просто с этим нужно смириться да можно поставить какой-то open камеру из плей маркета что-то еще может быть немножечко подтяните качество но он все равно будет не очень отмечу что есть широкоугольная камера если это вам важно она и на фото и на видео естественно работает поэтому по камерам печально исправляется сторонним приложением google камера скачиваете его на свой страх и риск это тот самый случай если вы не уверены лучше не делать потому что она получает права если вы не знаете лучше не качайте знаете скачиваете с официальных полуофициальных скажем так источников либо откуда-то форпы да и так далее и будет вам счастье напоследок отмечу по внешнему виду телефон конечно же полностью пластиковый при том крышка немножко как будто даже прогибается что как-то ощущение очень такие нестабильная телефона не пойму как-то вот она не совсем летая вроде ну да немножко пробивается это странно конечно но телефон недорогой в любом случае носить скорее всего будете в бампере который идет в комплекте стереодинамики есть его тут опять же бюджетность телефона вылазит почему потому что не очень приятно даже на громкости 60 70 процентов слушать и даже не переизбыток высоких частот а просто нехватка средних и высоких не комфортно я скажу так поэтому дешевизна телефона проскакивает несмотря на то что есть стереодинамики здесь два вот этот динамик ощутимо тише в два раза тише играет чем основной но все-таки наверное это плюс если не будете смотреть на полной громкости ролик какой-то то вас качество устроит принципе это наверное все отмечу что лучших традициях сяоми но пока это сяоми конечно есть инфракрасный порт не зажали в этой основном диапазоне микрофон шумоподавления да вот он больше это ничего не может быть это микрофон и в целом нормально все с ним за 13 за 12 там в половину за 13 тысяч цены актуальны на ноябрь 2022 года актуальные цены смотрите по ссылке под видео там же примеры фотографий телефон можно взять себе если не хотите если к сожалению не хватает финансов на дровы вы хотите сочный экран основной плюс этого телефона это конечно же цена очень крутая цена за новый телефон это очень круто учитывая что здесь зарядка 33 ватта в комплекте это тоже неплохо для своей цены бампер в комплекте если вы хотите нормальный экран плюс еще снижение шин есть вообще шикарно реально шикарно фильмы смотреть дороге youtube не знаю идеально подойдет это плюсы плюсы большая батарейка 5000 комплект цена минусы плохое качество очень видео на мой взгляд плохое качество фото которое можно отчасти улучшить но сторонней программой да и наверное все за свои деньги мне кажется будет хитом на этом сегодня все как всегда желаю будьте здоровы будьте успешны будьте позитивны до новых выпусков с уважением ко всем давид счастливы друзья и по скриптам все-таки мне кажется сяоми каким-то образом специально замедляет телефон потому что мой редми ноут 10s я им пользуюсь он как-то поинтереснее он притом не перезагружается у меня месяцами по полгода я его не выключаю работает нормально а этот из коробки и немножко подтормаживает ну да ладно на этом точно все счастливо